Посмотрим варианты, когда нужно соединить или спаять полипропиленовую трубу, но в ней постоянно течет вода или она под давлением. Если у вас вода подтекает, то есть там нет давления, но вода постоянно откуда-то из труб стекает, вам надо быстро спаяться. Используют обычно хлеб или туалетную бумагу. Забивают, у вас там около минуты для того, чтобы спаяться. Соответственно, нужно думать о том, что когда дадите давление, мякиш хлеба или туалетная бумага раскиснут, и по трубе должны попасть до фильтра, где вы его почистите. Следующий, самый простой вариант, это использовать обычный переходник ПНД трубы. У вас даже можно это делать под давлением, вода течет. Она имеет такие же размеры, как ПНД труба. Вставляете, соединяете, скручиваете, все прекрасно держит. Здесь можете или резьбу, также здесь можно поставить сразу кран, можно перейти на резьбу, дальше уйти на полипропилен, соединиться как угодно. Это следующий вариант. Также можно обычным клубом нарезать резьбу. Если у вас не позволяет размер, есть плашки для нарезания резьбы в трубной. Нарезайте. Она прекрасно подходит. И дальше пряжете так же. Это самый простой и ходовой способ. Посмотрим, рассмотрим способы сложнее. Встыкаем шланг. Давления внутри не будет, так как проточная система получается. Другой конец в ванну. И пока вода льется, можете работать на этом участке спокойно. Поставили, например, кран ПМД. Открыли и закрыли. Все. Следующий способ. Это со шлангом. Внутренний проходной диаметр трубы всегда меньше проходного диаметра шара крана. Так же втыкаете. Давление здесь не будет, оно проходное. Одеваете. Здесь обычной паяльной лампой газовой. Без фанатизма. Плавление полипропилена 140 градусов. У шланга, через который будет проходить вода, температура плавления намного больше. Обогреваете. Нагреваете здесь. Нагреваете. Стыкуете. Шланг выдираете. И закрываете. Для следующего способа понадобится шприц. Подбираем под размер трубы шприц. Спиливаем вот это место, куда пальцы нажимают. Затыкаем. Закрытым краном прижимаем. Так же горелкой газовой подогреваем. Спаиваем. Открываем кран. И у нас это все вылетает. Этот способ для двоих. Потому что один тут не справится. На крайний случай, если очень-очень хочется. Так же спиливаем это место. Пропихиваем внутрь. Закручиваем саморез. Спаиваемся паяльником. Саморез выкручиваем. Все это вылетает. Саморез ставим назад. Какие саморезы вкручивать? У меня есть видео. И как отверстие отремонтировать. Так же можно использовать механическую заглушку самодельную. Она изготавливается из наконечника шприца резинового. Снимаете. Ровно по центру проделываете отверстие. Здесь оно проделано. Берете шпильку, шайбы. Засовываете внутрь. И зажимаете. Ее там распирает. Это очень эластичный материал. И хорошо держит. Соответственно, как здесь запаять? Так же вы здесь можете сделать короткую шпильку. Трубным ключиком закручивать и откручивать. Длинную шпильку закручивать через наставыши. Каждый вариант по-своему хорош и применяется в определенных случаях. Давай теперь посмотрим, как она держит воду. И можно работать. Соответственно, сюда кран греете и спаиваетесь. Если нет возможности, пропихивайте его дальше туда. Закручивайте саморез. Он ее держит. Потом выкручивается так же после спайки. Все вылетает. Давление идет. Вот я специально ослабил, чтобы показать. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всего доброго и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok